Ну, наверное, пока остальные подходят, я все-таки начну, потому что времени у нас с вами мало, а хотелось бы сделать многое. И позвольте представиться, вы видите, что зовут меня Белла Лазаревна Иванова. Я, мне посчастливилось долгое время работать в университете Инжикон, где деловые игры практически на всех кафедрах разрабатывались, проводились. И где как раз предметники научили меня разрабатывать и проводить деловую игру на иностранном языке, мы вместе занимались разработкой, вместе проводили и оценивали одновременно два направления. Иностранный язык — это предмет. Игры были в основном такие итоговые. Скорее всего, это было подведение итогов работы за семестр. И я, наверное, начну. Ну, к сожалению, университет Инжикон претерпел изменения, которые, собственно говоря, многие вузы претерпели. Его объединили с Финеком, который практически поглотил Инжикон. И получился совсем новый университет. Многие преподаватели ушли сами, в том числе и я. Кого-то попросили уйти. И после этого я работала еще в нескольких вузах, которые не прошли аккредитацию. И в итоге сейчас я работаю, как вы видите, в РГПУ имени Герцена в Выборгском филиале. Работать мы с вами сегодня будем вот по такому плану, который я предлагаю. Сначала краткая историческая справка и основные характеристики деловой игры, поскольку это явление, которое отличается от ролевой, от кейса. Иногда все это путают. Затем мы разберем, рассмотрим особенности деловой игры на иностранном языке очень быстро. Основные этапы разработки и проведения деловой игры. Ну и затем я поделюсь с вами опытом своим. И мы попробуем что-нибудь с вами разработать. Активная разработка деловых игр началась где-то в 60-х годах, именно в методике преподавания. И у меня к вам вопрос. Первые деловые игры. Как вы считаете, где они были, где появились первые деловые игры? Когда они появились? И кто был разработчиком и организатором? Есть какие-то варианты? Как вы считаете? В Америке, наверное. Где-то в Америке, в университетах в Америке, которые выпускают специалистов по бизнесу. Ну давайте начнем, минуточку, с ответа на вопрос где. Где появились первые дел? В США. Так, в США вы считаете? Есть другие варианты? Хорошо, тогда следующий вопрос. Когда? В середине прошлого века. Ну где-то да. И кто? Университет. Университет Американский. Вот, а теперь я вам покажу ответы на эти вопросы. Первая в мире деловая игра, которая называлась «Спуск цеха», была разработана и проведена в 1932 году в России 23 июня. Инициатором и организатором была Мила Мироновна, Мария Мироновна Бирштейн. Она работала тогда в Ленинградском инженерно-экономическом институте. И она собрала команду. В команде оказался ее муж, Тимофей Павлович. Он занимался вопросами как раз управления строительством. И совместно с другими членами команды была эта игра разработана для Лиговского завода пишущих машин в рамках повышения квалификации. Но при этом, ну, как вы видите, повышение квалификации управленческих кадров, но при этом это была игра, которая помогла действительно запустить цех. То есть деловые игры, они не только в образовании используются, они используются и в реальной экономике и менеджменте. А вот первая деловая игра в Соединенных Штатах появилась в 1956 году. Но почему все считают, что инициаторы американцы? Да просто потому, что это направление было нашим правительством в 1932 году закрыто, назвали буржуазным и запретили какие-либо разработки и какие-либо эксперименты проводить в дальнейшем. И вот только после того, как в Соединенных Штатах была игра проведена в 1978 году, Берштейн вернулась в институт. И работа продолжалась, ну, правда, она продолжалась немножко раньше, чем 1978 год. Может быть, вас не очень интересует то, что я вам сейчас сообщаю, но мне кажется, это надо знать, потому что, когда на конференции, организованной British Council, американский профессор гордо заявил, что у них была проведена первая деловая игра в мире, тут наши преподаватели выразили свое несогласие и пояснили ему, что и как. Он был очень удивлен, и это было принято. А в Соединенных Штатах этим занимался Джей Форрестер. Кстати, он разработал основы новой науки, динамика систем, и он разрабатывал интерактивные модели экономических, политических и социальных ситуаций. Примерно в это же время работал Стаффорд Бир. Его первая игра называлась «Мозг фирмы», и он дал толчок к разработке виртуальных деловых игр. Что значит виртуальные деловые игры? Они имитируют какие-то конкретные ситуации в экономике, менеджменте, производстве. А в середине 70-х, ближе к концу, эта технология стала внедряться в учебный процесс в высшей школе. И с 80-х годов активно разрабатываются виртуальные деловые игры, которые иногда еще называют «игровые социально-имитационные модели». В 1988 году в России появилась ассоциация, была создана ассоциация разработчиков игрового социально-имитационного моделирования, АРИСИМ. Я пишу в России, но вы понимаете, что это в Советском Союзе в то время. И примерно в это же время была создана международная ассоциация по социально-имитационному моделированию и деловым играм, получившая название «ИСАГО». Эти конференции работали в тесном контакте и в это же время стали появляться теоретические труды и проводятся конференции. Они очень интересные, мне посчастливилось участвовать в такой конференции. Правда, нас задействовали в качестве переводчиков, но было очень интересно. Итак, деловые игры, они воссоздают реальные ситуации. В них отражаются реальные фрагменты действительности. Я не буду читать полностью все эти определения, вы их можете сами прочитать. Но вот последнее можно зачитать. Технологии социально-имитационного моделирования, позволяющие подготовить выпускников к реальной профессиональной деятельности. Путем решения каких-то конфликтных ситуаций, проблемных ситуаций. То есть главное, что присутствует в деловой игре, это проблема, которую нужно решить. Я об этом говорю так уверенно, поскольку первая игра, которую я пыталась разработать сама, консультируясь у предметников, не вместе с ними ее проводила. Ну, я так планчик набросала, пришла, мне говорят, ну и хорошо, а где же проблема? Это действительно главное отличие деловой игры от ролевой игры и от кейса. Кейс представляет уже какую-то ситуацию, которая свершилась в действительности или может быть смоделирована, но ее уже решали. И студенты, они анализируют эту ситуацию, разбираются в проблеме, предлагают свое решение. Ролевая игра – это действие участников в соответствии со своей ролью. Если говорить о деловой игре, то команды стоят перед проблемой, которую надо решить. И члены игроки, игроки работают в командах, игроки принимают совместное решение. Они вынуждены общаться, они вынуждены искать дополнительные материалы. Вообще деловая игра проводится в несколько этапов, сейчас мы об этом тоже поговорим. Но сначала выясним все-таки, деловая игра на иностранном языке, зачем она нам нужна? Деловая игра на иностранном языке создает ситуацию, когда подготовленная речь переходит в неподготовленную речь. И таким образом деловая игра на иностранном языке готовит студентов к реальному общению с возможными зарубежными партнерами. И поэтому деловая игра всегда интерактивна, на иностранном языке тоже. Все в этом участвуют, все задействованы. И деловая игра на иностранном языке, если она действительно деловая, то она должна быть междисциплинарной. Потому что нам одним не справиться без предметников. И все игры, которые я проводила после первого опыта, разрабатывались совместно с преподавателями-предметниками. И они как бы соединяли в себе задачу не столько показать свое знание иностранного языка, оно проявлялось, хотят этого студенты или не хотят. Но показать умения и навыки принятия решений в какой-то конкретной ситуации, которые ставят перед ними проблему. Выделяют, ну, 7 примерно этапов подготовки и проведения игры. Я это все объединила в три этапа. Триигровой период, игровой период и постигровой период. И посмотрим, что же происходит на каждом этапе. Итак, приигровой период. Формируется административная группа. Ну, административная группа – это представители кафедры иностранного языка, представители предметных кафедр. Одной или нескольких. Разрабатывается игра. В чем заключается цель, задачи, правила и разрабатывается игровая модель. То есть примерно расписывается ход игры. На этом же этапе формируются игровые группы и команды. Команды претендентов – это те команды, которые будут бороться за... Доказывать, что их решение правильное, что они могут претендовать на... Ну, скажем, на выигрыш, скажем так, да, создается группа формирования проблемных ситуаций. Эта группа, у меня это были обычно старшекурсники, которые тоже участвовали в этой игре и которые по ходу игры могли вводить какие-то новые конфликтные ситуации, какие-то новые проблемы. Ну, и группа экспертов – это преподаватели, плюс старшекурсников тоже можно сюда подключать. В это же время участников знакомят с правилами игры, с характеристикой игры, и каждой группе в отдельности дается инструктаж. Каждой группе в отдельности имеется в виду отдельный инструктаж претендентам, отдельный инструктаж группе экспертов и так далее. Ну, и здесь же разрабатываются проблемные ситуации командой, которые формируют эти ситуации, и, что очень важно, разрабатываются критерии оценки работы и решений команд. Ну, и дается время командам на подготовку. Они принимают решения, готовят свои выступления. И вот игровой период. Когда я проводила первую игру, получилось так, что на игровой период пришли с готовыми презентациями, с подготовленными, заготовленными заранее речами, и игра как-то немножечко свелась, ну, вот только к этому. Мне подсказали, что во время деловой игры должна ставиться какая-то новая проблема. И поэтому получается так. Я позже приведу пример и покажу, что у нас там получилось действительно. Пока что вот остановимся на том, что игровой период — это постановка новых проблем, принятие решений, подготовка выступлений команд. Игровой период длится примерно, ну, часа два, может быть, презентации и защита решений. И постигровой период, ну, это все вам понятно. Наверняка вы сами этим тоже занимаетесь. Я в презентации привожу материалы, которые можно почитать так, чтобы понять более глубоко суть проблемы, потому что я немножко говорю быстро, скомканно, хочется больше успеть. Ну, это о деловых играх вообще. И не сочтите за то, что я этим хвалюсь, но я писала о деловых играх на иностранном языке, и можно почитать тоже. Ну, вот за время своей работы в УЗИ у меня получилось больше 20, но я ограничила список. Самая первая игра, которую мы проводили, называлась «Презентация». И я сейчас остановлю демонстрацию, чтобы показать некоторые материалы, которые мы разрабатывали и запускали в игре. Сейчас, секунду. Они отключили, не мы отключились. Была лазерная, вам нужна помощь? Вам нужна помощь? Я не пойму. Я хочу... У меня открыты четыре. А что конкретно не получается? Сейчас, подождите, я по-другому... Я просто хочу файлики открыть некоторые. Как они у меня получаются? Сейчас. Попробую по-другому сделать. Баринкина. 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 Никто. Сейчас я по-другому попробую. Извините. Виден вам материал? Скажите, пожалуйста, вы видите материал? Нет. Нет. Это послание, которое было отправлено командам. Прямо. Девчонки. Прямо. Мы дам зрения по-другому featuredуёх на ваша первая ассо-гамиг и желаю вам успешно. В RI даме, каком бы, а также выиграл его всегда. Следует... Сдели-лидер-предприятия, генерал-менеджер, генерал-предприятия, форовер... А был готов к тому, оважать... ...посити немалом... ...овдираме команды уйти. ... ...того отбивоку видео, то в-за Prophetесу, to work out the strategy of this presentation and to prepare visual aids. We wish you good luck in making decisions and success at the game. И параллельно отправлялся вот такой чек-лист. Игра называлась Presentation, презентации команд, презентации, простите, фирм. То есть каждая команда играющих, она должна была представить какую-то фирму. И чек-лист составлен по тем направлениям, которые мы на занятиях по английскому языку уже проходили. Name, motto, сейчас это слоган. Legal address, historical background, personnel, activity, consumers markets, competitors, development prospects. Но помимо этого, учитывается идея, разработанная командой, презентация своей идеи. И кроме того, что важно для нас, активность всей команды. Там до конца немножко не видно. Необходимо было заставить во время игры, ну, в кавычках заставить, во время игры всех участников говорить на английском языке. И поэтому мы ввели еще такие позиции. Speaking Russian. Each time when you speak Russian, you lose two points. Non-correct behavior. Non-correct behavior заставляет, ну, не заставляет. Дело в том, что когда на игре команды получают новую проблему, которую надо решить именно в стенах аудитории, и как можно быстрее, они забываются, они начинают переходить на русский язык. И кроме того, кто-то, не успев закончить свою работу в отведенное время, продолжает ее во время презентации решения другой команды. И поэтому мы ввели non-correct behavior. Если вы здесь, то слушайте. Иногда получалось так, что... Так, секунду. Вот команды получили задание, они увидели чек-лист, они приготовили прекрасные презентации по всем этим позициям, а когда они сюда пришли, то инвестиционный фонд, который хотел вложить какие-то средства, ну, инвестиционный фонд — это группа, которая создает проблемные ситуации, да? они хотели вложить имеющиеся средства, но только в одну команду, только в одну фирму, на большее не хватает. И из трех фирм надо выбрать какую-то одну. И когда все приготовили такие замечательные презентации по всем позициям, фонд инвестиционный объявил, что их в первую очередь интересуют перспективы развития фирмы. И вот перспективы развития фирмы надо было вывести, используя все вот это и доказывая, что фирма перспективная в итоге. Вот так у нас проходила деловая игра под названием презентация. Это был первый опыт. Но я покажу вам сейчас материалы еще одной. хорошо. 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 Если вернуться к презентации. Моя Лазаревна, нужно чем-то помочь? А вот вроде открылось. Ну вот это вы видите. Первую игру. Следующая игра у нас называлась Economic System. И разрабатывалась с представителями кафедры экономики. Проблемы ставили они. Но когда студенты пришли, вопрос стал таким образом, как вы видите экономическую систему России. В будущем. В принципе, виды экономических систем студенты разбирали на занятиях по экономике. А параллельно у нас шли занятия по ESP, по деловому языку. и здесь вы видите, что студенты более увлеченно работают, потому что игра была подготовлена более тщательно. И в тесном сотрудничестве с преподавателями экономики, кафедры экономики, которые также учитывали обоснованность решения команды. Ну, а я преподаватели кафедры иностранного языка оценивали оценивали владение языком. Кстати, ввели мы еще один оценочный параметр. The best speaker. The best speaker in general. Насколько говорящий может донести свою идею до слушателей. And the best speaker, the best English speaker. Вот такие выступающие тоже могли принести добавочные баллы. Кстати говоря, получалась иногда интересная картина, когда при подсчете баллов явно впереди шла одна команда. Но когда начинали считать дополнительные позиции с минусами, эта команда съезжала, могла съехать и на более низкое место. Очень серьезная игра, которую готовили и проводили преподаватели кафедры менеджмента, международный менеджмент, кафедры мировая экономика, студенты факультета мировая экономика преподавателя иностранного языка и аспирантка, которая училась, приехала из Америки, училась в Анжиконе. Эта игра, сейчас я материалы включу, посмотрим, она уже была довольно серьезная, очень, я бы даже сказала, серьезная. Вот, смотрите, каждая команда представляла фирму из какой-то страны. Задание было такое, проанализируйте ситуацию в разных странах, решите, с кем бы вы хотели установить деловые контакты, с какой фирмой, в какой стране, выясните ситуацию, переписываясь с фирмой, примите решение, выберите из представленных пяти стран одну, где вы хотели бы установить контакты, с фирмой или открыть свой филиал. Это все готовилось заранее, причем чтобы принять вот такое конкретное решение, они должны были провести определенные обсчитывания, экономические какие-то решить уравнения. уравнения. И когда они пришли на игру, перед началом игры, такой был проведен коротенький брифинг на то, как они знают термины необходимые и как они понимают, что означают эти термины. Во время игры ситуация изменилась. Проблемная команда ввела такую новость. Ситуация политическая и экономическая в странах изменилась. Ну и были даны сведения, каким образом. И командам предстояло заново все просчитать, пересчитать и принять новые решения. И вот самый интересный период игры, это когда они вынуждены проводить мозговой штурм, принимать решения вот в этих условиях. Когда они начинают бороться за свое решение. Ну вот, можно сказать кратенько то, что я хотела вам сегодня сказать. сейчас мы с вами попробуем разработать свою игру. Для этого я предлагаю создать нас 18 человек, наверное, 16 слушателей. значит, надо 4 комнаты, которые отправитесь по 4 человека и разработаете, а мы потом вместе все обсудим. Название игры, ну, это, конечно, зависит от содержания игры. Проблема, сюжет и какой могла бы быть новая проблема. Анастасия? Да, я создаю залы. Да. Давайте разойдемся по залам. Я тогда демонстрацию остановлю. Название проблемы, сюжет, новая проблема. Хорошо, сейчас я назначу участников. Успели записаться? Название проблемы, сюжет, новая проблема. Останавливаю демонстрацию. и тогда пожалуйста разведите по залам. можно вопрос? Да. Вы меня слышите, да? Да, я слышу. Значит, у меня такой вопрос. Я тоже, в общем, занималась много именно деловыми играми в работе со студентами-юристами нашего университета. И мой вопрос следующий, технический. А вы привлекали к участию носителей языка и представителей профессии? Вы услышали мой вопрос? я слышу и я поняла. Дело в том, что если говорить о представителях профессии, то... Это не так просто. Нет, как раз преподаватели-предметники, у них довольно тесные связи. И некоторые из них сами работают по специальности. замечательно, замечательно. Это очень правильно. Я тоже вот так стремлюсь к этому. Замечательно. А что касается носителей языка? Нет, но они и носители языка, и носители профессии. Все правильно. Носители языка, я вам скажу так. В Инжионе это очень просто решалось. Там в ученом обучении было много иностранцев. Вот я привела пример девочки аспирант кроме того студенты приезжали, поэтому проблем не было с тем, чтобы их подключить. Очень хорошо, очень хорошо. Межкультурное общение. За вопрос. Тогда мы расходимся, потом обсудим, что получилось, и если еще возникнут вопросы, я отвечу. кстати, с юристами мы тоже играли, и в Инжиконе был вообще специальный кабинет оборудованный как зал суда. Замечательно. Можно было провести заседание суда и вынести решение. Прекрасно, прекрасно. Контекстная деятельность. появлялись какие-то новые сведения, новые улики, там, предположим. Очень хорошо, очень впечатляюще и отвечает реалиям жизни. был замечательный вуз. К сожалению. Я назначила участников сессионной зала. Мне открывать залы? Да, открывайте. Тогда на 15 минут, наверное, мы с вами простимся или на 10, чтобы мы потом успели еще и обсудить. сессионной Катя, где все? Катя, где все? Катя, где все? А четвертый – это Татьяна Вавичкина, Юлия Власова и Оксана Хрущева. Татьяна? Все равно давайте пройдемся быстренько. Я им попутно еще одну задание. Я прошу прощения, меня зовут Тимофеева Елена, у меня занятие начинается, мне очень желательно спасибо большое, никак не перенести было, суббота вся рабочая. Спасибо большое, Велла Вазарина, очень интересно и полезно. Спасибо, извините, пожалуйста. Я ухожу. Ну вот мы все вернулись, я надеюсь, кто остался, вернулись в общий зал. Я тогда сейчас включу еще раз нашу с вами презентацию. И обсудим название. Здесь представители все только одной команды или двух? Ну, мы представители одной команды. Мы по-английски все сделали, мы не успели даже дорепетировать до конца. Ничего. У нас с вами времени мало. Мы должны закончить в 15 минут, а сейчас 11. У нас 15 минут времени, чтобы обсудить, что у вас получилось, и если есть вопросы, чтобы я на них ответила. Не слышно. Что нам делать? Разыграть? Разыграть игру? Давайте начнем с названия. The subject of our business game is the smelly restaurant. Restaurants are not only about delicious food, but also about large piles of products, sold, cooked, eaten, and thrown away in the same location. Cafe guests come and go, but waste, cockroaches, rats, and orders stay. How to put up with that if the temple of delicious food is situated in a block of flats? I give the floor to the next speaker, who's going to present the problem. I'm sorry, could you repeat the problem, please? Well, okay, so then I will take the floor. The problem, do we go, the second one is the problem, right? So the problem, so Olga will present the problem for us. Okay, so the problem is that there are no laws, proper laws today, which can help the residents of the block of flats. I'm sorry to say, I'm sorry to say, I can't hear you well. Well, what about the others? Do you hear me? Yes. So you hear me well. Unfortunately, there are no proper laws which will allow residents of the old block of flats to make restaurants move away and which will allow people to enjoy their right to enjoy a healthy life. As far as I understand, as far as I understand, there is a restaurant and the problem is that people doesn't want to stay. The problem is that the restaurant emits unpleasant odors and smells because the ventilation system of the old building is not suitable and was not designed for hosting a restaurant at these premises. So the problem is how to get rid of these smells and how to improve the lives of the residents. The restaurant is polluting the air and it is polluting the environment. And we decided that in our play, we would invite journalists. So I guess it's the development of the story. What will the residents do? We will invite journalists to cover the story and to broadcast it on central television to highlight the problem and to attract attention from authorities. And the title of the game is the smelly restaurant. It's the title. Well, and there is a new problem. A new problem is what laws should be created to protect residents of old houses from unpleasant smells. And then there is a new problem. There is a new problem being created to protect residents of old houses from rural houses from built home to the office. My name is the name is LevenLineR. И что задача для журналистов? The task of the journalist is to cover the story, to interview the local residents, and to interview the owners of the restaurant, and to try to mitigate, first of all, to try to mitigate, and try to get together the two parties of the conflict, and initiate some discussion so that this problem will be solved before any court action. And then, if this doesn't help, then a court action should be initiated, and if this doesn't help, then a new law should be initiated by the local deputies, or the local representatives, or something like that. Is that right, Olga? Yes, yes. Okay, and what about the new problem? The new problem is law creation. New laws should be created, which should protect local residents from the pollution created by restaurants. I'm sorry, I couldn't hear you well again. Well, so I don't know what... The new problem is what sort of law should be created to protect the residents. Уважаемые коллеги, нам необходимо в 11.15 закончить конференцию. Да, потому что пора идти уже на свои заседания. Ну вот, такой у нас получился приигровой период. Да, спасибо. В принципе, я так поняла, что вы меня поняли. Да. Да, да, спасибо. И мы солидарны. Да. Мы солидарны с вами, Белла Лазарьевна. Спасибо большое. Спасибо большое. Всего вам. Спасибо вам. Всего доброго. Очень приятно со всеми поиграть. Спасибо большое. Всего доброго. Все хорошего. До свидания. До свидания. Ну что, мы справились? Если есть ко мне вопросы у опоздавших или у тех, кто не успел поиграть, можете задавать. У нас еще пять минуток есть. Тогда всем спасибо за участие. Спасибо большое. Было приятно, что вы меня послушали. Спасибо. Всего доброго. Большое спасибо, Белла Лазаревна. Было очень интересно. Содержательно. Спасибо вам. Что бы я без вас делала, Анастасия Григорьевна? Я в прошлом месяце участвовала в конференции РУДН. У них не было технической поддержки. Модератор включил мою... Они попросили, чтобы мы презентацию отправили заранее. Модератор включил мою презентацию. Я видела только половину слайда. А я обычно текст не пишу. Я смотрю на слайд и разговариваю. Вижу только половину слайда. Это очень сложно что-то выдержать. Рассказать все, что хотелось. В наше время это очень важно. Все эти технологии. Большое спасибо, что вы меня впустили. Очень было интересно услышать хотя бы часть этой игры. И было просто замечательно. Я сидела пока и наблюдала за прохождением игры. Мне очень хотелось бы еще сказать, обратить внимание, что в эту игру можно вставить вот такой еще кусочек, как новая проблема решения. Это очистка сточных вод после мытья посуды, овощей, фруктов. Вот то, что остается. И, в общем-то, тоже это было бы интересно обсудить. Но если вы опоздали, вы опоздали в зал или вы опоздали вообще? Да, я опоздала. Но вот только опоздала на формулировку, на формулировку проблемы. Но меня вы слышали сначала? Нет, нет, нет. Нет? К сожалению, да, просто кусочек. Если у вас есть вопросы, я отвечу. Ну, в общем-то, нет, наверное. Я хочу только обратить внимание, что в презентации я отмечала. Деловая игра, ролевая игра, и кейс-стадия – это все разные вещи. Очень часто люди, вот читаешь статью о деловой игре, и видишь, что это самая настоящая ролевая игра. И анализ кейс-стадии. Дело в том, что деловая игра, она состоится только в том случае, если поставлена проблема. Проблема, которую команды должны решить. И принято будет решение только одной команды. Поэтому они за свои решения бьются, борются. И когда есть такая проблема, то подготовленная речь, то, что было заранее заготовлено дома, все эти заготовки, они переходят в неподготовленную речь. Потому что важный момент – постановка проблемы раз, а второй важный момент – постановка новой проблемы, уже тогда, когда все собрались на игру. И вот вторая проблемка, она заставляет как раз выходить в неподготовленную речь. Ролевые игры, там, да, роли расписываются, там тоже ситуация, везде. В деловой, ролевой, в кейсе, везде присутствуют ситуации. Но только в деловой игре должна решаться обязательно проблема. И это позволяет вывести в неподготовленную речь. В ролевой игре все действуют в соответствии со своей болью. То есть там уже подсказка имеется. А кейс-стадий – это просто анализ того, что уже произошло, может быть. Ну, или, возможно, могло произойти. Чаще всего кейс... Прошу прощения, уже нужно заканчивать. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Спасибо, очень интересно, да. В кейс-стадии – это просто анализ текста, может быть, анализ какой-то ситуации, наверное, ситуации речи пообщения. Это ситуация. Вот если возьмете учебник «Макет-лида» – там каждый юнит заканчивается кейсом, который взят из реальной жизни. Посмотрите, как там сделано. Там очень грамотно все оформлено. Хорошо, спасибо большое. Единственное, может быть, какие-то книги, которые вы могли бы порекомендовать для того, чтобы более глубоко оценить, что такое кейс-стадия, роллплей и деловая книга? Я... Презентации там у меня есть. У нас, боюсь, у нас нет, может быть... Нет времени, хорошо, да. У меня нехорошо, да. Хорошо, спасибо. Должны прерываться. Я вам напишу, да. Спасибо большое. Напишу, я вам отправлю. Спасибо огромное. Спасибо большое. Огромное спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.